Мнение, что в курортном городе нет места сельскому хозяйству, Сочи полностью опровергает. Перенимать опыт работы у сочинских специалистов приезжают даже из-за границы. Представитель делегации из Буэнос-Айреса Фернандо Сфейр в целом интересуется новыми технологиями, собирает их по всему миру. В провинции Аргентины имеет и свою собственную плантацию, поэтому тема чая ему особенно близка. О сочинском чае знал давно, но впервые попробовал его только на Олимпиаде. Тогда и решил посетить местное производство. Очень мне интересно на сочинской чайной фабрике. Особенно заинтересовало оборудование, интересные технологии, которые обязательно возьмем на вооружение. Будем сотрудничать и обмениваться опытом. Частые гости здесь и начинающие специалисты. Студенты аграрных вузов со всей страны регулярно проходят практику на Мацестинской чайной фабрике. Сейчас опыта здесь набираются московские и кубанские студенты. Практика проходит очень весело. Всего каждый день узнаем что-то новое. И, конечно, мы не пожалели, что приехали сюда. Практика идет по принципу полного погружения. Лекция на плантации – главная часть. Ядохимикаты не применяются. Я здесь с 80-го года ни разу не применял. И до меня я не слышал, что применяли ядохимикаты, поскольку нет специфических заболеваний на чаю. Использование только органических добавок, то есть трав, оценили на международном уровне. Мы получили европейский аттестат в соответствии на выпуск органической продукции. Пять лет к нам ездила европейская комиссия ИЧЕ, которая проверяла наши технологии и в этом году ее наконец-то подтвердила. Поэтому мы считаем, что это большая победа нашего города. Это победа всех нашей чайной отрасли. Чаеводство – не единственная отрасль сельского хозяйства, которая в Сочи активно развивается и поддерживается руководством. Я всех приглашаю заниматься отраслью чаеводства, отраслью наших субтрополодовых культур. Было бы желание, а помощь всякую консультационную и финансовую мы будем оказывать. А еще отрасль чаеводства обеспечивает рабочими местами сотни горожан. Сотрудники мацестинского предприятия – это жители пяти близлежащих сел. А во время горячего сезона сборки чайного листа здесь дополнительно предоставляют еще 500 рабочих мест. Решение проблемы занятости в селах, конечно же, не единственная задача предприятия. Здесь активно развивают и новое для России направление – агробизнес. На это руководство фабрики нацелил глава Сочи Анатолий Пахомов. Сюда привлекают туристов, предлагают им своими руками собрать чай, затем его же и заварить, а после и отдохнуть за чашкой ароматного напитка.